Всех приветствую на канале Outlook Alive. Сегодня 19 июня, 12.30 и мы идем в школу. Идем в школу просто для ознакомления с новыми правилами и новыми нововведениями. Школу меня не пустят. Пойдет Лука минут на 20 для небольшой летучки. Ему покажет его новый класс. Объясняют правила поведения в школе и так далее. То есть с понедельника мы возвращаемся в школу. Как вам наши новые маски? Ненавязчивая реклама канала Outlook Alive. Я уже вернулась обратно, так как рядом со школы я встретила директрису и мы с ней очень мило побеседовали, пока Луке показывали все прелести нововведений. Соответственно, я думала, что я посижу рядом со школой, запишу влог, но записываю я его здесь. Сейчас ждут детей, они обедают и выйдут гулять. Какие у нас нововведения в школе? Я уже рассказывала, что все классы делятся на две части, чтобы исключить большого скопления народу. В классе 30 человек, класс делится на две части, по 15 человек. Они находятся в определенном классе с определенным учителем. С момента прихода в школу дети строго следуют своим цветовым зонам. Лука в оранжевой зоне. Все помечено оранжевым. Они вносят также шапочки оранжевого цвета, чтобы, не дай бог, кто-то там не убежал в другую зону. Шапочки остаются в школе. Приносить в школу ничего нельзя, кроме бутылки воды в первый день, которая тоже остается в школе. И школа берет на себя ответственность ее мыть и заполнять водой каждый день. В школу можно приносить только небольшой перекус, который, собственно, съедается и все. Никаких ни сумок, ни портфелей, ничего-ничего дети в школу не приносят. Можно еще принести книжку, которую они читают в свободное время, которая тоже остается в школе до конца учебного года. При входе в школу детям меряют температуру. Тут вообще я всегда была уверена, что нормальная температура 36,6. А нет. Вас в школу не пустят, если у вас температура 37,8. То есть, если вы придете в школу с температурой 37,7, это нормально. Подытожим. На данный момент, неважно, в каком классе ты учишься, самое главное, в какой зоне ты находишься. И последние четыре недели школы, которая осталась до каникул, дети, собственно, будут проводить в таком креативе. Это будут какие-то творческие занятия, физкультура каждый день практически и что-то еще. Школа будет только 4 часа, неполный школьный день, то есть с 8.30 до 12.30 без обеда. Я очень рада, что Лука возвращается в школу. До ближайшей четыре недели мы будем хоть в какой-то системе находиться. Последние несколько недель, честно говоря, были очень тяжелые. Я объясню, почему. Потому что мой день дробился несколькими частями из-за его онлайн-уроков, то есть с утра были уроки с учителем, потом логопед, и они еще с классом пекли. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что у всех родителей, наверное, было то же самое. Весь день был расписан, как бы что не забыть. Плюс еще накладывались иногда технические неполадки, причем с обоих сторон, и с нашей стороны, и со стороны учителей. То звук отсутствует, то картинка не та, то еще что-то. В начале недели, в понедельник, до того еще, как я узнала, что Лука возвращается в школу, я была рада несказанно, что наш коррекционный центр возобновляет свою работу. И первое занятие с логопедом должно было быть сегодня с утра в 9.30. Мы к этому очень готовились, этого очень ждали. Лука любит этого специалиста. И какой же был облом, когда она позвонила сегодня и сказала, что занятия отменяются. Ну, причина была, что у нее сломалась машина, но я думаю, что что-то пошло не так в самом центре. Так что, когда мы теперь попадем к логопеду, я не знаю, потому что, так как он начинает учиться, соответственно, тот временной слот, который нам дали, это 9.30 в пятницу, он отпадает. И если там найдут нам окошко, то будет замечательно. На ближайшие четыре недели, конечно, хотелось бы, чтобы Лука немножко позанимался с логопедом. Про нейропсихолога пока ничего не известно, потому что сенсорные комнаты обычно экипированы огромным количеством инвентаря. Это все надо обрабатывать, стерилизовать, протирать и так далее. И я думаю, что не у каждой школы или у каждого центра есть такая возможность. Все следуют инструкциям от правительства, поэтому пока я не знаю, когда мы вернемся к нейропсихологу. А вообще, конечно, как все быстро меняется. Еще в начале недели я строила планы, что как только откроются границы с Евросоюзом, мы уедем в Испанию. Но ближайшие четыре недели мы уже никуда не едем, дети будут учиться. Причем сегодня пришла информация, что и 10 класс вернется на несколько дней в школу. Объясню, почему. Следующий год – это сдача ОГЭ. И для некоторых классов, для некоторых детей, которые выбрали какие-то определенные дисциплины, там подразумевается какая-то практика. Вот практические занятия будут предоставлены школой. То есть класс Георгия будет, скорее всего, в школе несколько дней, тоже с какими-то определенными правилами, но тем не менее это состоится. Так что мне остается только мечтать о лете. Это краски, вкусы. Раз уж мы заговорили о вкусах лета, то я хотела бы вам предложить попробовать три салата. Они совершенно все разные. И самое интересное, эти салаты все приехали к нам из разных стран. Так что я буду рада, если вы в комментариях напишите, какая вам страна больше понравилась, какая страна вкуснее. Первое – это Испания, Франция и потом идет Италия. Первый салатик – Испания, Ensalada Campera. Это испанский полевой салат. Я думаю, в каждой кухне, наверное, есть примерно что-то такое. Нам понадобится отварной картофель, отварные яйца, сладкий перец, сладкий лук и помидорки. Для заправки – оливковое масло, уксус, соль и перец. Пока картофель у нас остывает, нарезаем крупно яйца, сваренные вкрутую. Добавляем помидоры. Помидоры у меня небольшие, поэтому я режу только на четыре части. Нарезаем перчик, отправляем его в салатницу. Лук я нарезаю мелкими кубиками. Я забыла еще рассказать про один важный ингредиент – это маслины. Добавляем примерно полбанки без косточек или с косточками, как вы любите. Нам нравится без косточек. Тут у меня на заднем плане уже кто-то попрошайничает. Картофель уже остыл, и я нарезаю картофель также крупными кусками. Добавляю в салатницу. С картофелем у меня салат не влез в салатницу, поэтому я пересыпаю в другую емкость. Вон там сзади у меня все маслины подъедают. Соединяем салат и заправляем его оливковым маслом. Ну-ка, хватит кусочничать. Оливковым маслом заправляем уксусом, солью и перцем. Этот салат, с одной стороны, очень легкий, с другой стороны, очень сытный. Он идет как альтернатива легкому обеду или ужину. Обязательно попробуйте этот салат. Второй салат приехал он к нам из Франции. Он очень хорош для гарнира к основному блюду. Нам понадобится любая зелень, мята, лук, чеснок, горчица обязательно, оливковое масло, уксус и соль и перец. Для начала нам надо замариновать лук. Мы его нарезаем тонкими кольцами. Маринуем лук в уксусе. У меня яблочный. Пока лук маринуется, мы готовим заправку. Нам нужно раздавить дольку чеснока. К ней добавляем ложку горчицы и примерно 3 столовых ложки оливкового масла. Именно эта заправка и есть изюминка салата. Французы едят этот салат совсем. В основном это как гарнир к мясным каким-то блюдам. Оставляем заправку в сторонку и нарезаем мяту. Нарезанную мяту мы добавляем в нашу заправку. И когда лук уже замариновался, мы сливаем уксус в нашу заправку. Все тщательно перемешиваем. Все, нам остается только собрать салат. Как я уже сказала, что зелень может быть любая. Это может быть и шпинат, и какие-то другие листья салата. У меня салат-айсберг. Я солю, перчу и добавляю в нашу заправку. И хорошенько все перемешиваю. Наш салат почти готов. Нам остается только сверху выложить маринованный лук. И бон аппетит! Бон джорно, Италия! Это мой самый любимый салат. Это итальянский салатик. Нам понадобятся 2 больших апельсина, половинка лимона, половинка лука, чуть-чуть базилика, маслины, оливковое масло, уксус и соль. Нарезаем лук тонкими полукольцами и маринуем его в уксусе и лимонном соке. Оставляем примерно 20 минут. Пока маринуется лук, мы делаем заправку. Это 3 ложки оливкового масла, сок лимона и соль. Все это тщательно перемешиваем. Теперь нам надо очистить апельсины от шкурки и пленок. Для этого мы срезаем нижнюю часть, желательно ближе к мякоти. Также мы делаем с обратной стороны. И потом мы аккуратно обрезаем шкурку сверху вниз. Стараемся не срезать много мякоти, но срезать вот эту белую часть пленки. Если осталась белая мякоть, то мы потом ее просто аккуратно обрезаем ножом. И сейчас мы формируем дольки апельсина. Также вырезая ножом очень близко к мембранам, вырезаем мякоть апельсина. Если есть косточки, соответственно, мы это все вытаскиваем. И тем самым кладем аккуратненько все на тарелку. Апельсины готовы. Я сейчас нарезаю маслинки, потому что у меня их мало. Можно их и не резать. Добавляем в тарелку. Нарезаем базилик. Опять же, можно не резать, а просто порвать руками. Просто присыпать листиками. Все это добавляем в тарелочку. После этого нам останется добавить только маринованный лук. Он уже хорошо промариновался к этому времени. И заправляем салат. Все, салат готов. Приятного аппетита! Что ты там делаешь? Салат. Я надеюсь, вам понравился мой влог. Как всегда, жду ваших комментариев и лайков. Подписывайтесь на мой канал, кто это еще не сделал. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok